МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К новогоднему маршруту отправились и мои коллеги. Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса. Юность, крестьяний дорог и мимо проходили три команды предновогоднего квеста. Стать участниками смогли люберчане, которые активно следят за новостями телеканала ЛРТ в социальных сетях. Мы хотим, чтобы наши зрители как можно больше проявляли активность, участвовали в мероприятиях. Идея квеста у нас появилась достаточно давно. Мы хотели сделать какое-то такое мероприятие, которое позволит жителям получить массу позитива, новогоднее настроение. Каждой команде нужно будет с помощью загадок понять локацию, куда вам нужно будет двигаться. И после этого выполнить все задания, которые вам дадут на контрольной точке. Контрольных точек три. На первые участники конкурса поборолись за звание самого популярного блогера. Максимальный балл достался команде с наибольшим количеством лайков в Инстаграм на фото со специальными хэштегами. Следующий конкурс – кулинарный креатив. Какие блюда вы приготовите из этих продуктов и как назовете свой шикарный новогодний стол? На музыкальном этапе участники квеста смогли не только заработать баллы, но и как следует размять кости. Победитель тот, кто только с помощью жестов объяснил напарнику, какую новогоднюю песню включил ведущий. Где песня, там и хороший кинематограф. На последней точке конкурсанты продемонстрировали знания отечественных фильмов. Соревнование серьезное, настоящий блиц-опрос. Как звали говорящего кота из фильма «Чаротень»? Бонифат, Сибермалей, Василий. По-моему, Василий. Семья Швековых оказалась не только ценителями советского кино, но и бывалыми участниками и победителями розыгрышей от ЛРТ, о которых они узнают из аккаунта телеканала в Инстаграм. И на этот раз пара не пожалела об участии. Торговый центр, мы очень его хорошо знаем. Поэтому, в принципе, было легко проходить все задания. Хочется получить новогоднюю эйфорию и как раз решили поучаствовать. Убедить Люберчану часто выделиться впечатлениями не сидеть дома и получать хорошее настроение – главная задача ЛРТ. А приятный бонус – призы, подарочные сертификаты и памятные сувениры от телеканала и его партнеров. Всем нашим партнерам мы выражаем огромную благодарность за участие. И в дальнейшем надеемся, что это наши не первые, не последние мероприятия, что будут еще грандиознее, масштабнее, веселее. Как и положено в новогодней сказке, проигравших нет. В каждой номинации свой победитель. Кто-то завоевал сердца жюри непосредственностью, кто-то чувством юмора, кто-то эрудицией. Но все же главная награда – улыбки и праздничное настроение.